В руках у доктора исторических наук Евгения Кренко бесценные документы. Письма, фотографии, дневники времен Великой Отечественной войны. Судьбы десятков фронтовиков, жители Ростовской области, запечатленные на бумаге. Вот, например, командировочное удостоверение помощника командира 545-го строительного батальона инженера Львовича. В станицу Зеленчукской горная дорога через город Сухуми в город Белисси. Обратите внимание, дата 12-го 1942 года. А это его же фронтовые воспоминания, аккуратно скомпонованные спустя четверть века после войны. На фотографиях наши бойцы на берлинских улицах за месяц до победы. Аккуратно подкуланы к фото офицерские достоверения, наградные документы, мемуары, газетные вырезки. Даже план лекции фронтовика профессора Миносяна, датированный 1945-м годом. Огромный архив, каждая из сотен страниц которого представляет бесспорный интерес для историков. Скорее всего, здесь есть уникальные документы, то есть нигде ранее не публиковавшиеся до этого. Сейчас, спустя почти 80 лет после войны, дополнительная информация о той эпохе обычно поступает по крупицам, благодаря поисковикам, рассекреченным документам или находкам в семейных альбомах. А вот так, чтобы целым архивом, причем хорошо сохранившимся и систематизированным, случаи в научных кругах беспрецедентны. Мы подчеркиваем, что у нас они находятся только на временном хранении. Только с задачей как раз их изучить и сохранить. Нам потому и их передали, чтобы они никуда больше не пропали. Этот архив оказался в руках ученых благодаря невероятному стечению обстоятельств. Сотрудникам Южного научного центра Российской академии наук его передал вот этот человек. Андрей Кудряков, председатель Совета Ростовского отделения военно-исторического общества. Рассказывает, что в свою очередь он получил документы, а вдобавок еще и китель с наградными планками героя Советского Союза Ивана Долгова, от своего коллеги. Он, понимая, что у него оказались действительно уникальные воспоминания, китель, фотографии, понимая, что этот архив, эти материалы, эти документы утрачивать, конечно, ни в коем случае нельзя, передал их мне, как руководителю Совета военно-исторического общества, для научной оценки, для исторической оценки. По словам Андрея Кудрякова, этот архив попал в военно-историческое общество, а затем и в ЮНЦ РАН через десятые руки. Проследить эту цепочку сейчас весьма затруднительно, но ее начало, без сомнения, находилось в бывшем Ростовском строительном университете. Об этом говорит внучка героя Советского Союза, летчика Ивана Долгова. После войны он преподавал в УЗИ и бережно собирал тот самый архив. В 80-х годах он передал тогда еще институту это богатое наследие. И вот как гром среди ясного неба. Несколько дней назад многие ростовские СМИ буквально взорвались публикациями с громкими заголовками. Якобы уникальное собрание документов времен войны нашли чуть ли не на свалке. Атрибуты военной деятельности деда, скорее всего, оказались в руках людей, которые работали когда-то в строительном институте, где он тоже был начальником военной кафедры какое-то время. Понятно, что это человеческий фактор, но он был очень-очень обидный, болезненный. Вот тут мы вступаем в область предположений. Скорее всего, переданные долговым документы не были никак каталогизированы и долгие годы хранились в строительном институте в качестве неучтенных музейных экспонатов. Когда ВУЗ несколько лет назад вошел в состав Донского государственного технического университета, никто не передал ДГТУ этот ценный архив. Нет, потому что все, что было выдано и принесено здесь, у нас. За каждую бумажку мы расписывались. Ни единого ничего никогда никому не давали. Обиду и досаду сотрудников ДГТУ можно понять. Доброе имя университета вдруг оказалось затронуто в нелицеприятной истории. Как-никак РИСИ, бывший инженерно-строительный институт, теперь часть учебного заведения. ВУЗа, в котором трепетно относятся к каждому историческому документу, в котором на высоте патриотическое воспитание. Говорят, немыслимо представить, что можно было что-то потерять, если бы это действительно надежно хранилось в РИСИ. Во-первых, у нас бережное отношение к памяти и истории. И данные документы, которые были, как говорят, найдены на свалке, на помойке, мы не можем корректировать, потому что мы этих документов, этих архивов не получали. С большой долей вероятности, при слиянии строительного университета с ДГТУ, кто-то из сотрудников, имеющий доступ к архивным документам, просто забрал это собрание Ивана Долгова себе. Какие двигали этим человеком мотивы, пока непонятно. Не исключено, что это были корыстные побуждения. По крайней мере, в этом уверен руководитель ВУЗа. Оказалось, что через почти пять лет они вдруг взяли и в реальном смысле этого слова, продали. Продали героя, продали учителя, продали преподавателя. Историю свою продали. Ректор ДГТУ человек мужественный. Берет на себя ответственность за каждое подразделение университета и за каждого сотрудника. Говорит, процесс слияния не был простым. Не исключено, что кто-то из строительного университета мог затаить обиду или злость. И пропажа архива, который всплыл через пять лет, возможно, стала своеобразным способом выразить свое отношение к факту объединения ВУЗов. Виноваты мы, в первую очередь. Потому что своевременно, после приказа, мы до конца не проконтролировали тех сотрудников, которые пришли с нами вместе, вместе работать, вместе создавать большой, огромный университет. В ДГТУ сейчас проводят масштабное служебное расследование. Здесь намерены выяснить, по чьей вине бесценные документы, переданные когда-то героям войны долговым на хранение в рисе, оказались бесхозными. Однако финал этой почти детективной истории уже можно считать счастливым. Главное, что уникальный архив не был утрачен. После тщательного научного исследования, эти артефакты в музейных экспозициях, в том числе исторического центра ДГТУ, займут достойное место. Евгений Данилчук, Сергей Волоконский, Марина Каприлова, Владимир Харагазян, Ростов-на-Дону.